Вернемся, прошу прощения, к вопросу, да, вот такой очень хороший, Маккартни или Линго Стар, да, вот я был и на одном концерте, и на втором, и на многих еще звездах, и вот если отключить мозг, да, вот довериться только вот наитию, да, только на концерте Маккартни, на единственном концерте у меня возникло ощущение, что передо мной легенда и звезда. То есть про драйв мы сейчас говорим, или про технику? Про все, вообще про все. Хочу уточнить, когда я сказал, что Ринго Стар типа помер, а Маккартни типа жив, я имел в виду, вот то, что называется, опять употреблю иностранное слово, виталити, что переводится как любовь к жизни, жажда жизни и так далее. Маккартни это неугомонное абсолютно. Это драйв постоянно. Да, драйв, это у человека по жизни драйв, грубо говоря, понимаешь, вот это его выходка последняя с Таймс Квер. Она совершенно замечательная. А какое топливо вообще нужно для... Это талант. Это талант. Да? То есть это изнутри? А потом это... Нет, топливо нужно в любом случае. Есть талантливые люди, которые из-за своего таланта стреляются, понимаешь, а есть талантливые люди, которые весь этот талант, они вот, ну вот, жить каждую секунду. Он живет, да, он просто живет, не задумываясь. Дело в том, что ты правильно сказал топливо, потому что человек может, там, композитор, не писать какое-то достаточно долгое время, никаких песен, ни музык, вообще ничего, ни симфоний. Находиться просто в какой-то полной прострации. Прочитал какую-то книгу, и вот у тебя уже изменился мир. Услышал что-то новое, и у тебя изменился мир. Ты начал в этом каким-то образом вариться, и твое нутро просит, чтобы ты выразил что-то свое на эту тему. Вполне возможно. Аналогичным образом у литератора, там, может, музыка навеять, картина какая-то. Это непредсказуемо. У маляра это может тоже начать навеять? У маляра это к Максу, спроси у него. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва-24.